Когда уважения нет, что происходит? Когда интересы аудитории не учитываются, когда интересы лектора не учитываются, возникает состояние конфликта. И в этот момент теряется доверие друг другу, знаете, вот уже человек уже не может как-то доверять этой аудитории, аудитория не доверяет лектору. Возникает какой-то неприязнь, конфликт, и конфликт и неприязнь может проявиться как безразличие, может проявиться как насилие, может проявиться как какая-то эксплуатация. То есть, когда человек очень сильно сосредоточен на своих интересах и из-за этого пренебрегает интересами другого человека, то это является причиной вот этого неуважительного отношения. Хочу привести несколько цитат из ведической литературы, которые показывают, что происходит на уровне кармы, когда человек проявляет неуважение к другим. То есть, вот мы привели пример, это в жизни так происходит, просто конфликт возникает. Но с точки зрения кармы, когда человек проявляет неуважение, происходят очень такие серьезные последствия. И первая цитата из Ману Самхиты. Ману Самхита 2.1.1. У умеющего обыкновения приветствовать и всегда почитающего старших возрастает четыре вещи. Долголетие, мудрость, слава и сила. Смотрите, когда человек имеет обыкновение здороваться, кто-то заходит, он говорит, здравствуйте, добрый день, как вы себя чувствуете? И также, когда человек проявляет уважение к тем, кто старше его, меняется его прарабда кармы. Помните, когда мы говорили о законах кармы, мы узнали, что есть прарабда кармы. Это то, что человек заработал в прошлой жизни. Это то, что проявляется в его событиях жизни, сейчас. Это то, что проявляется в форме желаний, которые приходят к нему. Так вот, четыре вещи, о которых здесь говорится, долголетие, мудрость, слава и сила, это то, что предопределено с рождения. Долголетие, то есть сколько человек проживет, уже точно известно. Но даже эти вещи могут меняться, если человек совершает правильные поступки. Мы называли это словом криомана карма. То есть правильные поступки в этой жизни. Эти вещи, которые предопределены с прошлого, могут увеличиваться, если поступки правильные. И уважение является правильным поступком, хорошим поступком. Представляете, да, вы должны были прожить, не знаю, 60 лет, но проявляете уважение и живете дольше. Такое бывает. Как иллюстрация к этому закону, Пуран приводит пример жизни Маркандея Риши. Маркандея Риши очень известный пуранический персонаж, он во многих историях участвует. Он родился у папы, который тоже был Риши, мудрый человек. И когда папа сделал гороскоп своего новорожденного сына, он понял, что сыну жить-то всего 16 лет. Хотя папа и Риши, но все равно ему как-то вот хотелось бы, чтобы сынок прожил больше. Он думал, как можно это увеличить. И когда сын немножечко подрос, немного стал соображать, он научил ему одному такому хорошему качеству. Он сказал, сынок, каждый раз, когда ты видишь старшего, а старший для тебя, это все, кто выше и немного старше по возрасту, ты должен кланяться этому старшему. Понимаешь, сынок? Он говорит, папа, все понятно, будем кланяться, как ты скажешь, так и будет. Этот маленький мальчик, кого бы он не увидел, кто его старше, он просто подходил и предлагал свои поклоны. И как чувствует человек, когда ему кто-то кланяется? У нас нет такой традиции сейчас. Но представьте, что кто-то вам кланяется. Как вы будете себя чувствовать? Неудобно, правильно? Неудобно и хочется как-то, ну что вы делаете, что вы хотите от меня. Сразу чувствуешь себя в долгу. И это правильно. Потому что, когда человек выражает почтение, автоматически хочется сделать для этого человека что-то хорошее. То есть, вот это вот покровительство просыпается в сердце человека, когда ему кто-то предлагает поклоны. Сейчас мы не будем это практиковать, потому что мы живем в другое время. Но, тем не менее, даже если мы просто ведем себя почтительно по отношению к старшим, естественно, в их сердцах просыпается желание как-то благословить или что-то сделать для нас. И иногда люди спрашивают, как просить благословения. На самом деле, просто если вы выражаете уважение, то автоматически вы призываете благословение. И вот этот маленький Маркандея, он предлагал свои поклоны всем, кого он видел старше. И в какой-то момент, когда ему уже исполнилось 16 лет, и вот он должен был менять свое тело, служитель смерти, Емарадж, поверитель смерти, он пришел к нему для того, чтобы забрать его душу. Он попытался это сделать, вынуть душу из тела, но чувствует, что это как-то не получается. И он увидел, что этот мальчик за эти 16 лет накопил столько благочестия, что он просто не может его забрать. И знаете, когда трудные ситуации, даже у служителя смерти тоже бывают трудные ситуации, то надо идти к старшему. Он говорит, мальчик, пойдем к моему старшему, к конструктору этой вселенной, к Брахме, и спросим, что с тобой делать. Он взял его за руку, они вместе пошли к Браме. И как только этот мальчик Маркандея увидел Браму, он автоматически, ну просто, вот это его привычка просто, он автоматически бухнулся в ноги Брахме, и тот, не задумываясь Брахма, поднял правую руку и произнес слова благословения. Айушман Бава, живи долго, живи долго, сынок. Ямарадж пожал плечами, говорит, ну хорошо, пусть живет. И с тех пор Маркандея Риши до сих пор живет. Видите, да, то есть прарабда кармы меняется, когда человек проявляет уважительное отношение к старшим. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...